Приветствую вас на Политека онлайн в студии Инга Мизерия. Наш гость сегодня Роман Бачкала, член Совета общественного контроля НАБУ, координатор общественной организации СтопКоррупция. Добрый день. Роман, скажите, чем занимается Совет общественного контроля НАБУ? Какие ваши функции? Ну, само слово контроль подразумевает, что мы должны кого-то или что-то контролировать. В данном случае НАБУ. При каждом органе власти или при каждом правоохранительном органе есть некие общественные советы и так далее. Но только при НАБУ общественный совет имеет приставку контроля. То есть мы не просто советуем, мы еще и должны контролировать. И на самом деле это не просто слова, это прописано в положении деятельности РГК. Я говорю РГК, потому что мы больше привыкли говорить Рада Гармайского контроля, как-то так закрепилась РГК. Мы должны контролировать НАБУ, мы должны следить за тем, чтобы Национальное антикоррупционное бюро шло в правильном направлении и не было каких-то, скажем так, незаконных действий со стороны его сотрудников и так далее. Вот живой пример, это когда недавно в Лукьяновском СИЗО, как заявил об этом адвокат Самарец, следователь Ершов якобы избивал ее, нанес ей телесные повреждения, какие-то документы выхватывал из рук и так далее. Эта история была довольно громкой. Вот мы сейчас с ней разбираемся. Вот, к примеру, вчера малая группа, скажем, членов Совета общественного контроля провела встречу с Артемом Сытником, в ходе которой мы с ним обсуждали, как эту ситуацию регулировать. Мы пришли к нему с таким настоятельной рекомендацией наказать Ершова, уволить. Но у вас есть доказательства, что это действительно было? Или это только показания адвоката? Уже есть, уже есть, да, уже есть такие доказательства. Вот, в любом случае можно говорить о том, что действия Ершова вызывают большие вопросы, даже просто с точки зрения этики, да, потому что детективы это, ну, грубо говоря, это верхушка, да, самая. Это высокоинтеллигентные люди, которые должны уметь решать вопросы не с помощью кулаков, да, то есть это просто, ну, как бы, сливки на бу. Вот, и когда человек находится в таком разбалансированном состоянии, это, наверное, говорит еще и о том, что, может быть, он уставший очень, может быть, ему требуется пересмотреть свои отношения, соответственно, он может и в каких-то более важных вопросах где-то неправильно поступить, там, нарушить какие-то или процессуальные нормы, или еще что-то. Вот, надо смотреть на ситуацию в целом, потому что причин, на самом деле, может быть очень много. Может быть, кто-то давит на этого следователя, может, там угрозы какие-то идут в его адрес, потому что дела очень сложные. Ну, вот как раз по поводу независимости национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, да, вот сейчас Еханас Хан, вот, европейский комиссар по вопросам расширения политики добрососедства, он как раз говорит о том, что сейчас НАБУ находится под прицелом, да, что независимость, она действительно под угрозой. Вот вы это чувствуете? Есть действительно какие-то, может быть, провластные люди, которые давят на НАБУ? Ну, мы видим, эти попытки, они сейчас немного видоизменились. Когда НАБУ только было организовано и были назначены его руководители, то тогда были какие-то прямые попытки склонить на ту или иную политическую сторону руководства НАБУ. Все эти попытки, они потерпели крах, мы это видели по уголовным делам, которые открывались, независимо от того, какую партию, да, представляет тот или иной коррупционер, подозреваемые особо, точнее, да, потому что, к сожалению, у нас пока нет решений судов. И вот как-то вот НАБУ тогда удалось еще в первый год своего существования вот заявить так громко и доказать свою независимость. Теперь эти попытки, потом была вторая волна, попытка назначить аудитора, да, мы помним историю с господином Брауном, каким-то непонятным, откуда вдруг взявшимся, вот. Вот, эти попытки тоже провалились, хотя они были настолько настойчивыми, мне один народный депутат рассказывал, что он должен был лететь в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, и ему там в приказном порядке звонил один из, скажем так, представителей коалиции, да, и вот все, ты никуда не летишь, нужно за Брауна голосовать, да как, там же ООН, там же важные вопросы и так далее, нас безопасности, какая нас безопасность, надо Брауна назначать, вот. То есть это вот до такой степени была попытка власти, да, то есть назначить этого аудитора, а потом с его помощью, возможно, попытаться поменять руководство НАБУ, там выявить какие-то нарушения или псевдонарушения, вот. И сейчас мы видим некую третью стадию, это попытка дискредитировать НАБУ информационно. Сейчас появились какие-то адвокаты, какие-то псевдоактивисты, какие-то недожурналисты непонятные, которые пишут всякого рода статьи. Я не говорю, что НАБУ святое, конечно же, нужно объективно подходить, и в НАБУ я вот поэтому и рассказываю об истории того же Йоршова, все есть в работе, да, но при этом, ну, вот мы видим попытки явно такого предвзятого попыток очернения, которые не имеют ничего общего с объективным подходом. Ну вот, буквально 19 октября человек, который находился в разработке НАБУ, депутат Розенблат, был обнаружен в аэропорту с бриллиантами, с деньгами, который пытался улететь в Кёльн. Да, НАБУ его нашло, до этого мы видели спецоперацию, которую показывали по телевидению, то есть это было все интересно и ярко, но никакого продолжения нету. То есть вот то, что сейчас наши суды пока не справляются, ну, по разным причинам, да, с вот этими делами, не дискредитирует ли это вообще работу НАБУ, ну, то есть существование НАБУ? Скажем так, нужно разделять, да, НАБУ это следственный орган, это не орган судебной власти, поэтому напрямую, конечно, НАБУ это не может дискредитировать. Это скорее дискредитирует сами суды и показывает, что пока мы видим псевдореформу, поскольку, ну, ничего по большому счету не изменилось. Коррупционеры как покупали судебные решения, так и покупают. Я это вижу даже как член общественной организации СтопКоррупции, мы боремся с песчаными нелегалами, мы заставляем органы прокуратуры, полиции арестовывать технику, вывозить ее на штрафплощадке. Нелегалы уже даже не пытаются там как-то этому препятствовать. Они знают, что они пойдут в суд и в суде отменят все эти постановления. Я знаю эти таксы, это 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов за решение там первой инстанции, второй и так далее. То есть этого всего есть таксы и, к сожалению, в этом плане ничего не изменилось. Вот, поэтому НАБУ в этой ситуации очень сложно. И вы видите, как изменилась риторика, даже уже и представители власти, хотя изначально, ну, такая была некая общая позиция, что не нужен Украине антикоррупционный суд, то сейчас уже и президент заявил, что все-таки нужен антикоррупционный суд. И чем дальше, тем очевиднее, что без этого никак нельзя. Ну, на нас же давит ЕС, вот уже 8 октября Венецианская комиссия утвердила выводы касательно законопроекта об антикоррупционных судах. А у нас все реформы последних лет, они же все не за, вопреки происходят. Потому что либо МВФ, либо Еврокомиссия, либо Соединенные Штаты, они просто так выставляют условия дальнейшей финансовой помощи, или там еще какой-то политической поддержки, только вот путем таким. Вот вы создаете НАБУ, НАБУ же тоже долго создавали, вспомните, сколько там комиссия заседала. Вот вы или создаете НАБУ, там, НАЗК создаете, или вы не получаете следующие там 3 миллиарда кредита. Хотите получить денежки? Создавайте. Вот, так и с антикоррупционным судом. Поэтому все реформы, когда наши политики себе эти медали на грудь вешают, вот мы то сделали, это сделали. Ну, если честно говорить, то все это делается только из-за давления международных органов. Ну, и в принципе, некая общественность все-таки, мы понимаем, что вот были демонстрации на этой неделе. Ну, это отдельная тема демонстрации, которая сейчас проходит, в них очень много политики. К сожалению, я вам хочу сказать, что в нашу организацию, например, СтопКоррупции, приходили гонцы, которые предлагали деньги за участие в этих акциях. Вот, да, и все это подавалось, причем это было еще летом, еще тогда шла подготовка, я помню, в июле. Гонцы от какой политической силы к вам приходили? Не от политической силы, это все происходило под таким патриотическим соусом, там какие-то якобы там, вот мы там добровольцы, или там мы вот там антикоррупционеры, мы вот считаем, вот, я говорю, подождите, вы считаете, что это за планы, а что это, да, вот, у нас есть финансовая поддержка, мы там будем на осень планировать и так далее. Вот, ну, как бы мы послушали, сделали для себя выводы. Какие суммы предлагаются в такой ситуации? А вы знаете, серьезные суммы предлагались, вплоть до сотни тысяч долларов за какие-то комплексные мероприятия, ну, именно с провокациями. С провокациями? Именно с провокациями, потому что так, как это подавалось тогда, речь шла о том, что вслед за протестами должны возникнуть вот просто неповиновения, которое должно привести к перевыборам. Ну, а почему, я тогда в такой ситуации не понимаю, почему к вам обращаются, как к организации стоп-коррупции? Все-таки, мне кажется, какие-то нелогичные вещи. Все очень логично. Дело в том, что тогда еще и сейчас основная одна из проблем, которые волнует общество, это коррупция. Вот, поэтому те месседжи, которые мы сейчас слышим, да, которые там звучат, и те месседжи, которые волнуют общество, это то, что в стране не произошло тех изменений, которых все ждали. И одно из них, это, конечно же, коррупция. Ну, вот, поэтому речь шла и продолжает идти о том, что вот как бы нет изменений, поэтому давайте будем свергать власть. Ну, имею в виду, что для провокации есть специально обученные люди, по-моему, обученные. Так правильно, они должны второй волной появиться. Нет, вот первой волной должны выйти нормальные, уважаемые организации, они должны заявить нормальные, легитимные, понятные вещи, должны выйти, так сказать, пассионарии, а потом второй волной совсем другие элементы. Вы прогнозируете, что сейчас вторая волна будет? Потому что мы понимаем, что сзайтих протест. Сдувается, и я этому рад, потому что ни к чему хорошему, я сейчас даже уже говорю больше как военный журналист, зная, по какой логике развиваются конфликты, да, меня тоже многое не устраивает, я тоже считаю, что далеко все не так, но в этой ситуации, знаете, как у врачей, у врачей есть два критерия в принятии решения, польза и риск. Если польза выше, чем риск, то мы там делаем эту операцию. Если ниже, да, там есть вероятность потерять просто пациента, то мы там этого не делаем. Вот сейчас риск выше пользы от таких акций. Хочу вернуться к НАБУ. Вот буквально недавно в разработку, скажем так, НАБУ взяло министра инфраструктуры Амеляна, и, ну, конечно, общество, во всяком случае, общественность в соцсетях, да, всегда поддерживает, когда против кого-то из представителей власти начинаются эти расследования, потому что они яркие, на слуху. Как вы прогнозируете, чем это все закончится? Вы знаете, сложно прогнозировать. Скажу одно, еще в режиме офф-рекордс, где-то полгода назад, на заседании Совета общественного контроля, руководство НАБУ нам сообщило о том, что по Амеляну есть вопросы конкретно по его дому, который был куплен у одного из народных депутатов. Я не хочу называть фамилию, но это все скоро, я думаю, станет известно. И который записан на племянницу двоюродной его жены, то есть очень какое-то дальнее. Четко тогда прозвучало, что купил он, Амелян. Прозвучало это именно в такой трактовке. А это говорит о том, что у НАБУ были, есть, видимо, раз потом появилось криминальное производство, были основания полагать, что это такая скрытая была сделка. Потом есть вопросы по поводу этого Бентли. Вы знаете, просто такое мое мнение личное, что в тот момент, когда в стране такая сложная ситуация, когда в стране война, и когда ты как министр Амеляна, именно он заявлял о том, что маленькие зарплаты у министров, поэтому очень тяжело, и ты в этот момент покупаешь Бентли жене, даже если у тебя есть на это деньги, это пошло. Это просто пошло. Ни в одной стране Европы ни у кого из министров нет Бентли. Ну, это просто априори. И поэтому в такой ситуации, это с одной стороны, мне кажется, не очень уместно, Бентли в такой ситуации. С другой стороны, это вызывает вопросы. Мы сейчас говорили о вашей работе в НАБУ, и это такие глобальные, скажем так, фигуры, то есть Розенблат и Амелян, те, которые на слуху, но я знаю, что вы ездите по городам и весям, и пытаетесь решать какие-то проблемы там. Вот какая коррупция, на каком уровне она в глубинке? Вы знаете, иногда больше, чем мы себе можем это представить. Иногда еще хуже и циничнее, чем мы это видим в Киеве. Вот, например, вчера и позавчера я был в Житомирской области. Сначала мы были в городе Олевск. Этот город известен, как она такая одна из янтарных таких столиц. И вот там у людей, у селян, просто вот взяли и забрали землю. 500 гектаров. Они на этой их паи, на этой земле они выпасали своих коров. И вот просто ночью зашла техника и вспахала. Якобы это была некая аграрная фирма, которая эту землю там как-то купила. Мы стали это выяснять, мы собрали людей, вместе с ними пошли к мэру, потом пошли к главе госадминистрации, те сразу подняли руки, набрали этого инвестора, сказали, ты что, ничего не делай, как будто бы они все были не в курсе. А потом мы выясняем самую такую глубину, что на самом деле никто не собирался там ничего выращивать. И эта аграрная фирма, это всего лишь прикрытие, что на этой земле был разведан янтарь, и что эта земля нужна только для того, чтобы его там добыть. И никого не волнует, что эти люди потеряли свое пастбище, и что им больше некуда везти своих коров. Кому-то это покажется мелочью, но это не мелочь, это важно. И когда мы стали говорить с этими людьми дальше, то несколько из них накануне были в Киеве на этих протестах. Это просто была их единичная акция. Один поехал человек, второй поехал человек. То есть это люди поехали искренне, это в данной ситуации не за день. Искренне, каждый поехал со своей бедой. Они не поехали ради трех объявленных организаторами требований, изменить закон о выборах, снять неприкосновенность депутатов и так далее. Они поехали со своей болью. Поэтому, опять же, я не имею в виду, что я сказал до этого, что вот эти все митинги проплачены и так далее. Есть проплаченное ядро, есть стимуляция, но при этом есть реально люди, которые недовольны тем, что происходит в стране. И вот давайте представим, что вот так в каждом районе, в каждом городе найдется хотя бы несколько человек, которых уже достало. И они все вот так вот соберутся и приедут в Киев. Ну тогда действительно от Верховной Рады ничего не останется. Как люди, у которых вот есть такие же проблемы, как Валерский или какие-то какого рода другие проблемы, связанные именно с коррупцией, могут, например, с вами, с вашей организацией связаться, если им нужна помощь? У нас есть горячая линия. Любой может позвонить. Есть сайт, есть Facebook. Сейчас все в основном, все коммуникации происходят в интернете. Каждый день приходит масса сообщений. И я хочу сказать, что протесты у людей уже не те, как раньше. Они стали более агрессивными. Может быть из-за войны, может быть из-за всех тех несчастья и трагедий, которые произошли в стране за последние годы. Но когда зашли к главе администрации, в кабинет, то там просто возникла такая ситуация, что народ хотел его схватить и выкинуть в окно. Вот натурально. И я даже где-то это просто стал гасить, чтобы потом не назвали это провокацией, и не обвинили в том, что мы какую-то ситуацию хотели... Но это просто было искреннее желание людей просто взять его, задушить и выбросить в окно. Этого, извините, подонка, который такой сидит весь холеный, с таким маникюрчиком. И зашли эти люди, которые пахнут землей, молоком, с такими черными руками, у которых просто взяли и забрали последние земли. Они просто его хотели там задушить. И, наверное, имели какое-то моральное основание для этого. Последний вопрос у меня такой. Все мы наблюдали, хочу вернуться к господину Розенблату, все мы наблюдали за тем, как работал агент Катерина, об этом рассказывали. Телеграмная работа. Да, вот люди, которые именно члены общественного, вот Совета общественного контроля. Наверное, как-то у вас больше информации по этому поводу, может быть, знаете, как разрабатывалось, что там можете нам рассказать, как разрабатывалась эта комбинация. Мне они в некоторых аспектах стало известно уже постфактум, потому что сама операция находилась, да и находится сейчас, как и материалы дела, под грифом. Но некоторые аспекты известны. Эта операция разрабатывалась еще за несколько месяцев до того, как агент Катерина вообще познакомилась с господином Розенблатом. И познакомилась она с ним не напрямую, а через других депутатов и их помощников, которые имеют отношение к теме янтаря. А при этом агент Катерина, она действительно позиционировала себя как представитель фирмы из Дубая. Но что интересно, в одном аспекте, может быть, была такая слабинка, которую никто не заметил, а мне не рассказал мой товарищ, который ведет бизнес в Дубае. Да, вот когда агент Катерина себя представляла как резидент Дубаев и рассказывала о каких-то там налоговых моментах, которые действуют в Дубае, там на самом деле таких моментов нет. Если бы тот же Розенблат захотел это проверить, то агент могла бы оказаться на грани такого провала. То есть, может быть, стоит еще более детально прорабатывать легенду. Но что касается непосредственно внедрения, то при этом было задействовано десятки людей, десятки ситуаций. И я, когда поставил себя умственно, так мысленно, на место Борислава Соломоновича, то я подумал, что реально любого можно было бы вот так взять на крючок и даже этого не понять. Ну тут, так сказать, внимание... При том, что даже какие-то, может быть, были шероховатости, которые в итоге не помешали успеху этой операции, то вот все-таки я считаю, что это была очень мощная операция. Тут вы привлекли внимание коррупционеров, потенциальных жертв, агента Катерины и других, потому что... Знаете, надо больше гуглить, называется, надо не лениться, не только... Да, да. Доверяй, но проверяй. Я такое слышал, что у коррупционеров теперь это уже на уровне шутки или чего-то, когда с ними знакомится какая-то девушка. Первый вопрос, вас не Катерина зовут? То есть, ну как бы вот уже опасаются. Спасибо. На этой оптимистичной ноте мы с вами закончим. Приходите к нам еще. Удачи вам в борьбе с коррупцией. Спасибо. До свидания.